Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема – стандарты ITIL – IT Service Management. Что такое IT Service Management? Это подход к управлению информационными технологиями, основанной на процессной модели управления услугами в сфере и IT, которые предоставляются потребителям и способствуют развитию бизнеса. IT Service Management позволяет рассматривать IT-подразделения компании как полноценного поставщика, согласованных по уровню качественных управляемых IT-услуг. Управление IT-услугами – это все о результативном и эффективном использовании 4R. Это люди, заказчики, пользователи, IT-персонал. Это процессы, процессы систем управления IT-услугами, продукты, технологии, инструменты и партнеры, вендоры и поставщики. Услуга IT – это совокупность решений, обеспечивающих возможность исполнения бизнес-процессов компании и воспринимаемого пользователя как единое целое. IT Service Management и организация, структура организации. То есть у нас есть один руководитель и здесь есть бизнес-процессы организации. Мы знаем, есть отразделение IT, которое занимается разными процессами. Диспетчерская служба управляет, то есть проверяет, какие процессы, например, у нас есть. Процесс управления уровнем служения, процесс управления изменениями, процесс управления проблемами, процесс управления инцидентами, процесс управления конфигурацией. Все это бизнес-процессы организации. Здесь предоставлена многоуровневая модель процессов IT, что у нас находится в технологическом уровне и стратегическом уровне. То есть у нас есть диспетчерская служба, есть конфигурационная база данных учетных символов, управление изменениями, управление реализмами, то есть все эти разные бизнес-процессы. Взаимодействие между уровнями. У нас есть заказчик и у нас есть поставщики услуг IT. В уровне стратегии, организация, которая предоставляет услуги, у них взаимодействие на уровне интересов. На уровне тактический уровень у них взаимодействие на уровне потребления и услугов IT. На уровне оперативный уровень, то есть взаимодействие на уровне пользователей в услуге IT. В принципе IT и сервис менеджмент. Предоставление услуг как политика деятельности IT подразделения, уровни обслуживания, критерии оценки предоставляемых услуг, системный подход к управлению IT, процессы как основу для построения систем управления IT услугами, взаимовыгодные отношения с поставщиками, последовательность действий как успех достижений поставленных целей. Библиотека IT. Это библиотека передового опыта в области управления информационными технологиями. Это серия книг, в которых описан мировой опыт в управлении условиями IT. Первые материалы опубликованы в 1989 году разработчик и владелец CCR-OJC. Назначение библиотеки IT – это обеспечение металлогической основы для реализации эффективного управления информационными системами с использованием эталонных моделей и принцип, изложенных в IT. История IT. В 80-е годы – это было начало проекта правительственной великобритании. В 2019-х годах создание библиотеки и заинтересованных других государственных организаций, а в конце 90-х в целом принято как неофициальный стандарт для управления условиями IT. В 2000-е годы – второе полностью переработано издание библиотеки. В 2002-м году – это зарегистрированный торговый знак. В 2007-е годы – 31 мая – выход с третьего издания библиотеки. Основные цели процессов IT-сервис-менеджмент. Чем занимается диспетчерская служба? Это предоставление единую точку контакта для поддержки и обслуживания пользователей IT-услуг. Управление инцидентами – это оперативно восстанавливать нормальное функционирование IT-услов и минимизировать негативное влияние инцидентов. Управление проблемами – превентивно выявлять и устранять корневые причины возникновения инцидентов. Управление конфигурациями – это определять и контролировать компоненты услуг инфраструктуры, также поддерживать целостность и актуальность информации о конфигурациях. Управление изменениями – гарантировать оценку, согласование и осуществление изменений в рамках принятых методов и процедур. Управление реализами – это планировать, осуществлять и контролировать внедрение нового или измененного по программному обеспечению и оборудованию. Основные цели процессов IT-сервис-менеджмент – на уровне управления обслуживанием у нас что делается? Определяется, согласовывается и управляет уровнем обслуживания. Управление мощностями – это контроль соответствия мощности IT-текущих и перспективных требований. Отчетность по IT-услугам – это составляет согласованную и достоверную отчетность по услугам. Управление доступностью и непрерывностью предоставления услуг IT – это гарантирование согласованных уровней доступности услуг IT и бесперебойности их предоставления. Управление взаимоотношениями с потребителем IT-услуг – это анализ потребностей и развитие отношений с пользователем IT-услуг. Управление взаимоотношениями с поставщиками IT-услуг – управлять внешними поставщиками для обеспечения целостности и качества IT-услуг. Основные цели процесса в IT-сервис менеджменте – это бюджетирование учет на IT-услуге – это осуществлять бюджетирование и расчет затрат на предоставление IT-услуги. Управление информационной безопасностью – это эффективно управлять информационной безопасностью в рамках предоставления услуг. Давайте теперь подробно остановимся на уровнях бизнес-службах. Диспетчерская служба – это организационная единица, предоставляющая единую точку контакта для всех пользователей услуг IT, нацеленная обеспечить оперативную первичную поддержку и предоставляющую услуг. И виды – локальная диспетчерская служба, центральная диспетчерская служба и виртуальная диспетчерская служба. Управление инцидентами – что такое инцидент? Это любое событие, не являющее частью нормально функционированной услуги и приятно влияющее или способно повлиять на снижение качества услуги или полное прекращение ее доставления. Запрос на обслуживание – это зафиксированные требования клиента на обслуживание, не связанные по сбоям и инфраструктуры IT, но имеющие отношение к предоставленным услугам. Управление инцидентами – это оперативно восстанавливать нормальное функционирование услуг, минимизировать негативное влияние инцидентов на бизнес-организации, обеспечивать уровни обслуживания в соответствии с принятыми соглашениями об уровне обслуживания. Управление инцидентами – процесс оперативного устранения инцидентов, а также обработки запросов на обслуживание клиентов, которым предоставляются услуги в соответствии с соглашением об уровне обслуживания. Управление проблемами – процесс предупреждения возникновения инцидентов или обнаружения идентификации, анализа и ликвидации корневых причин текущих инцидентов. Что туда ходит? Минимизировать негативное влияние инцидентов и проблем на бизнес, проводить превентивные меры по повторяющимся инцидентам, связанные общими ошибками, накапливать базу знаний по разрешению инцидентов и проблем. Управление конфигурациями – процесс распознавания и определения учетных элементов системы контроля полноты и корректности записи по ним, а также регистрации и обслеживания статусов учетных элементов и запросов на изменения. Что туда ходит? Определить и контролировать компоненты услуг и инфраструктуры, а также поддерживать целостность и актуальность информации о конфигурациях. Управление изменениями – процесс, контролирующий все изменения в инфраструктуре IT или обновления, ассоциированные с услугами IT в соответствии с принятыми процедурами, утверждение изменений для того, чтобы уменьшить их негативное влияние, гарантирует оценку, согласование и осуществление изменений в рамках принятых методов и процедур. Управление реализованием – процесс разработки, конфигурирования и тестирования совокупности новых или измененных компонентов инфраструктуры IT для совместного распространения в районной среде. Это у нас планировать, осуществлять и контролировать внедрение нового или измененного программного освещения и оборудования. Проектное внедрение IT и сервис менеджер. Почему проектное внедрение? Это уникальность каждой конкретной организации, необходимость комплексного управления реализацией, ограниченность ресурсов и сроков, необходимость документирования. Для успешной реализации проекта, то есть внедрения IT-сервис менеджер, необходимо поддержку руководства и его приверженность поставленным целям, осведомленность о ходе проекта всех сотрудников сторон, своевременное финансирование и технологическое обеспечение, эффективное взаимодействие рабочих клуб, обеспечение мотивирования и дополнительной работы персонала, наличие адекватной рабочей среды, оборудования и технологий для тестирования и проектирования систем. Информационная безопасность защищает информацию от большого количества угроз целью, обеспечение непрерывности производства, минимизация возможного ущерба бизнесу, увеличение отдачи от инвестиций и бизнес-инициатив. Конфиденциальность обеспечения доступности информации только для авторизованных лиц, целостность защиты от корректности и полноты информации метода ее обработки, доступность, авторизованные пользователи должны иметь доступ к информации и сопутствующим активам всегда, когда это необходимо. Продолжение следует...